Ведутся работы на 10 объектах из 17, которые начаты. Перечислю те, где не работаем пока. 9 мая, Демидовская, Роскова, Фучика, Растела, Павшинский мост и Красноармейский проспект, Московский вокзал. 10 объектов, которые работают, это у нас подрядные организации, как Тульские, так и Питерские. В общем-то, на сегодняшний день ситуация такова. По асфальту возникла проблема именно в эти выходные, когда питерцы, которые выиграли наши основные конкурсы, уложив с пятницы на субботу 719 тонн асфальта. К сожалению, с субботы на воскресенье не смогли. И вот сегодня, с воскресенья на понедельник, поломался асфальтно-бетонный завод. По их оценке вчера мы с ними все время ведем, так сказать, диалог. Значит, на сегодняшний день ситуация будет поправлена и, в общем-то, будут работать. Пришла вторая фреза метровая. В общем-то, все для того, чтобы работать, возможности есть. Проведен 6 июля аукционы 4 на 75 миллионов рублей. Экономия составила 11 миллионов рублей. Подрядчики-тулики победители. Смотрим, оцениваем вторую форму заявки и принимаем решение. Монолит, Монолит, Дортехстрой и Скипп. Монолит, Дортехстрой и Скипп. Остальные камеры с продукшем на 130 миллионов. Значит, 12-го числа проходит на 55 миллионов. Это закрывается 130 миллионов. Закрывается. Ну и сейчас надо объявлять. В ходе производства работ на сегодняшний день очень много строителей оставляют мусором, строительным по городу. Есть такая просьба. Сметь все-таки заложено средством на вывоз и уборку. Разрушенный асфальт, щебень и так далее. То, что там, где уложен асфальт, убрать за собой, мы бы уже могли покрасить кордюры и производить качественную уборку там. То есть участок большой, там уже почти около километра, а он сейчас в таком виде не убраться ничего.